Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги, где излагаются 10 заповедей Божьего закона. Мы изучили с вами книгу «Исход» с 1 по 19 главу и подошли к подножию горы Синайской. И мы читаем первый стих 20 главы книги «Исход» и ниже. «И изрек Бог к Моисею все слова сии говоря». Я напоминаю, что вот это уточнение «изрек говоря» имеется в виду, что то, что Бог изрек Моисею, Он говорил через него к всем людям, ко всем племенам, народам и языкам, потому что десяти словия, заповеди Бога легли в основу многих и многих законодательных систем всего рода человеческого. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, Я Господь Бог Твой». Господь называет Себя по имени, Он говорит, Я Господь Бог Твой. Бог Твой – Элокейну. То есть любящий Тебя, тот, кто проявляет заботу о Тебе, тот, кто дает Тебе заповеди не для смерти, а для жизни, чтобы, исполняя их, Ты был бы жив ими. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли Египетской, из дома рабства». В некотором духовном смысле Господь каждого верующего вывел из своего индивидуального Египта и из своего индивидуального рабства. Как Христос говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Имеются в виду труждающиеся на дьявола, обремененные грехами. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». Другие боги – это чуждое служение, то, что по-еврейски называется «авада-зара», чуждое служение. И верующий в Господа христианин должен избегать любых чуждых форм служения. Он должен прославлять Бога, поклоняться Ему в чистоте и истине. Другие боги в наше время – это не обязательно идолы. Другие боги в наше время – это и деньги, и евро, и доллары, и рубли. Это и кривляющиеся на сцене актеры, разные рок-музыканты. Это известные спортсмены, это известные политики. Все, что может оказаться между нами и Богом – это мерзость. Поэтому и сказано «Да не будет у тебя других богов», то есть ложных богов, ложных кумиров пред лицом Моим. Ибо Бог хочет общаться с нами лицом к лицу, и чтобы между его ликом и нашим никого не было. Как и сказано в Новом Завете, един ходатый, един посредник между Богом и человеками – человек Христос и Иисус. А Христос сам говорит «Видевший меня, видел и Отца». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Вот здесь Господь говорит, что не надо иметь никаких кумиров и не делать изображения ложных богов и кумиров того, что на небе вверху язычники поклонялись солнцу, звездам, луне, кометам, планетам, тому, что на земле внизу язычники поклонялись и служили твари, разным животным, людям, поклонялись и служили вместо Творца, и тому, что в воде ниже земли были язычники, которые обожествляли существа, которые обитают в водах. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой». Когда Господь здесь повторяет, я, Господь, Бог твой, а Элокейну – Бог твой, то есть лично твой, Он как бы говорит, зачем тебе другие боги, которые не боги суть. «И Господь, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, говорит Господь, имея в виду, что если дети подражают грехам родителей, то они несут ответственность». Поэтому и сказано «до третьего-четвертого рода», потому что мы помним только кого? Деда и прадеда, а дальше мы никого не помним. И если мы подражаем грехам наших предков, это плохо. Если их добродетелем, то это хорошо. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Здесь мы видим, что милость, она превозносится над судом. Наказание до третьего-четвертого рода, а милость до тысячи родов. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Вот здесь немножко непонятна конструкция предложения. Если выше сказано «до тысячи родов, любящим меня», а здесь сказано «не произноси имени Господа». Казалось бы, по аналогии должно было сказано «не произноси имени моего». А почему сказано «Господа Бога твоего напрасно»? Имеется в виду, что Бог Отец говорит о Сыне или Сын говорит об Отце. Вот что имеется в виду. «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Мы произносим имя Божие напрасно в суе, когда мы невнимательно читаем молитвы, невнимательно читаем Священное Писание. Тем более, когда мы божимся. Или некоторые для связки слов могут говорить «Ох, Господь!» «Ах, Господь!» без благоговения и трепета перед Его именем. Имя Божие – это святыня. В Библии сказано, что имя Господа – это крепкая башня. И правильно поступает праведник, что в день бедствия он скрывается в ней. «Помни день субботний». Субботний день – это день покоя. Шаббат – это покой. Значит, эта заповедь учит нас опомнить все праздничные дни, которые все являются днями покоя. И Рождество, и Пасха, и все другие христианские праздники. Чтобы светить его, то есть это особые дни, мы светим их, подготавливаясь к этим дням, через пост и усиленную молитву. «Шесть дней работы, и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Вот здесь Господь нам говорит, что шесть дней мы делаем обычные дела свои. Но на самом деле это больше относится к древним иудеям. Христиане не имеют обычных дел своих. Почему? Потому что в Новом Завете сказаны слова апостола Павла, «Все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». И если иудеи шесть дней делали обычные дела свои, и только один день в неделе, субботу посвящали Богу, мы обязаны посвящать Богу и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресный день. Это день нашего оправдания, ибо Христос оправдывает нас своим воскресением. Далее говорится о том, какое значение имеет древняя суббота. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему облагословил Господь день субботний и осветил его». Этот день является памятником миротворения, и в этом смысле мы его почитаем. В православном катехизисе Филарета Дороздова сказано, что в память о древнем праздновании мы этот день не считаем постным, мы считаем субботний день праздничный. Но воскресный день имеет преимущество для нас перед субботой, потому что все творение Божие в результате грехопадения пало. А так как мы оправдываемся воскресением Христа, воскресный день имеет для нас значение большее, ибо в его смерти, и в его воскресенье происходит восстановление всего падшего творения. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе». Здесь уточнение по септуагинте, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Это единственная заповедь с обетованием. Обетование — это обещание за ее исполнение. Любой человек, который будет почитать отца и мать, он будет долголетием на земле. Это подлинный секрет долголетия. Человек может нарушать все заповеди, конечно, не дай Бог, но если при этом будет исполнять заповедь, почитать отца и мать, только за это он будет жить долго на земле. Правда, за грехи свои он может попасть потом в ад. Но обетования Божьи непреложны, поэтому иногда нечестивцы живут долго, не потому что они нечестивцы, а потому что при всем при этом они были хорошие дети своих родителей. Известно, что злодей Исаф, о котором мы читали с вами в книге Бытия, он был прекрасным сыном своего отца Якова, и за это, конечно, он прожил долго. Следующая Божья заповедь — «Не убивай». Мы должны оберегать священный дар жизни человека. Любая заповедь, она значительно шире того, что мы видим на поверхности. Поэтому заповедь «Не убивай» запрещает не просто непосредственно убийство одним человеком другого, но и грех самоубийства, и грех аборта, и грех причастности к аборту. Один средневековый богослов сказал, «В грехе аборта виноват кто угодно, но женщина в последнюю очередь». Действительно, женщина не сама по себе зачинает ребенка, и не сама по себе принимает решение совершить этот грех. Заповедь «Не убивай» запрещает пьянство безудержное, хотя отцы учили винопитие от Господа, пьянство, от дьявола. Запрещается наркомания, как медленная смерть. Заповедь «Не прелюбодействуй» запрещает незаконные формы сексуальной жизни. Как заповедь «Не убивай», которая касается сохранения священного дара жизни, она обозначается словом «Не убивай», то есть самым грубым нарушением сохранения принципа жизни, так и заповедь «Не прелюбодействуй», хотя она касается всех видов сексуальных преступлений, на первое место выставляет что? Прелюбодеяние, которое хуже любого блуда, прелюбодеяние хуже любого извращения и любого осквердения. А что такое прелюбодеяние? Это когда муж изменяет жене, а жена мужу. А почему это хуже любого блуда, любого сексуального извращения? Потому что, когда люди вступают в брак, они дают обет в присутствии священника перед Крестом и Евангелием сохранять брак, его чистоту, не разрушать брак ни в коем случае. И если там блудник, извращение, спадают в какие-то преступления, это чаще выглядит как частное дело этих людей, хотя это пагубно для их бессмертных душ, то прелюбодея, нарушающий чистоту вица брака, он грешит и против Креста, и против Евангелия, перед которыми он давал обещание до последнего издыхания сохранять святость брака. Он грешит, потому что он дал обещание в присутствии священника, в присутствии свидетелей, в святом храме, в этом таинстве венчания. Это усугубляет ответственность. Также эта заповедь, как я уже сказал, запрещает сексуальные извращения, ту же самую гомосексуальность, которая является ничем иным, как эгоистической неспособностью принять иную половую инаковость, другую половую инаковость, которую мужчина должен принять в лице женщины, а женщина в лице мужчины. Значит, это эгоистическое чувство гомосексуальности, замкнутость на свой пол, проистекает из греха гедонизма или самовлюбленности. Любые формы осквернения тоже наносят ущерб человеку. «Не кради!» В Писании сказано, что мы никому ничего не должны иметь, кроме взаимной христианской любви. Если человек тебе дал вещь какую-то на время, ты не вернул, ты нарушил заповедь, не укради. Если ты взял деньги на время в долг, вовремя не вернул, ты нарушил заповедь, не укради. Мы должны жить так, чтобы никому ничего не быть должным, кроме взаимной христианской любви. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, то есть не доноси, не стучи, не клевещи, не оговаривай другого человека, ибо каждый человек от слов своих оправдается и от слов своих осудится. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поли его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Тот, который не желает ничего у ближнего своего, он не будет прелюбодействовать с чужой женой, он не будет посягать на чужую собственность и так далее. В каждой заповеди каким-то таинственным образом заключены все остальные девять заповедей. Но это реальность. Итак, первая скрижаль Моисеева закона регулирует взаимоотношения между Богом и человеком. Вторая скрижаль Моисеева закона регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. И вот когда люди услышали голос Божий, смотрите, что происходит далее. Весь народ видел громы. Возникает вопрос, а как можно видеть громы? Громы можно слышать. Что это значит? Как можно видеть звуки? Громы – это звуки. Имеется в виду, что видеть можно буквы. А буквы указуют на звуки. А голос Божий звучал, и люди видели каждую заповедь, которая как бы писалась перед ними. «Весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, который возрастал и возрастал, и гору дымящуюся, и увидев то, весь народ отступил и стал вдали». Мы должны испытывать страх Божий перед десятью заповедями Создателя и оберегать их неприкосновенность. «И сказали Моисею, говоря, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Люди были напуганы, что Господь поднял их на такую высоту, что столько множество людей слышали голос Бога. «И сказал Моисею народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Как и сказано в Писании, страх Божий – начало премудрости, а премудрость заключается в том, чтобы не грешить, уклоняться от греха. Это и есть стезя мудрых. «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Почему сказано во мрак, где Бог? Потому что природа Бога, она непроницаема для людей. Как сказано в Писании, Бога никто никогда не видел и видеть не может. «И сказал Господь Моисею, так скажи, дому Яковлеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Эта заповедь уже была озвучена. А далее Господь дает закон о жертвеннике, который нельзя делать из серебра, золота, то есть из того, из чего делаются идолы. Почему Бог дает такое повеление по поводу жертвенника? «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, и овец твои, и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моему». То есть на всяком месте, где будет возможность служить. «Я приду к тебе и благословлю тебя, если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Опять удаление от греха и долопоклонства, потому что стесать можно так, что камни приобретут какую-то узнаваемую форму или в виде звезды, которая на небе, или как-то еще в виде животного. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». И позже Господь даст закон о том, что священники должны носить под хитоном такие специальные портки, чтобы никакая нагота их не открывалась бы на святом месте, когда они совершают свое служение. В теперешней ситуации это означает, что священник должен следить за своей репутацией, чтобы не пострадало его служение. А если его несправедливо пытаются оклеветать, то вся эта злость вернется к самим этим оклеветникам, и гнев Божий обрушится на них. Итак, друзья, сегодня мы были у подножия Синайской горы, мы дошли до этого святого места, и мы слышали заповеди Десятисловия. Древние святые отцы говорили, что это очень великие заповеди, и они говорили, не случайно, что у человека на руках десять пальцев и на ногах десять пальцев. Это значит, когда мы что-то делаем руками, мы должны согласовывать это с десятью заповедями. Если мы куда-то идем ногами, это должны быть стези, которые не противоречат заповедям Бога. И псалмопевец Давид восклицает, закон твой, Господи, светильник для ноги моей. Спасибо вас, Христос. Берегите себя. Спасибо. 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 Спасибо.